друзья всем добрый день сегодня я нахожусь в гостях у свекрови им продолжение темы томатов про теплицу мы с ней все рассказали все показали ничего не утаили рассказали все как есть на самом деле и переходим на улицу что растет что растет на улице какая красота тоже просто обливенные кисти томатов очень крупные смысле обильно растут завязывают пока краснеть конечно еще не краснеют но начинают некоторые уже буреть что касается по сортам сейчас вам скажу небольшую историю про сорта о господи вообще-то циглянь офигеть как-то издалека смотрится ну какие-то виднеются и все а когда походишь ближе открываешь листву он просто весь увешанный не больной ничего слава богу вот единственное знаем сорт сейчас расскажу это вот этот не особо крупный где-то грамм на 100 сейчас вам покажу томат сибирский скороспелый от седека раннеспелый сорт ретро вот масса до 180 грамм высота 35 40 сантиметров но действительно не такой невысокий вот невысокий раннеспелый дни высокие плоды уже массу сказала что еще сказать вот как он есть на самом деле то только один а у тебя а два вот он еще один вот они два куста до невысокие и на улице знаем вот еще один сорт ультра скороспелый но он что-то уже начинает капризничать скажем так что хотелось бы еще сказать один момент заметить по томатам по развитию в земле вот она одна грядка томатов а вот она другая грядка томатов то есть разница наверное вот очевидно одни и другие что вот разница какая в земле расскажешь что в этой земле вот в этом большой в этой большой земле у нас чернозем перемешанный с перегноем то есть земля была подготовлена именно под помидоры осенью добавлялись минеральные удобрения и это грядка было заготовлено с осени поэтому мы знали что мы сюда посадим то есть добавлялось все для помидор подготовили в общем сделано для помидор так но это это грядка была спонтанная то есть у нас случай случился один сейчас мы расскажем да что за случай и мы как бы спасали рассаду она вся перемешалась и здесь земля была ну глина перемешанная чуть-чуть добавленная с перегноем вот но земля была просто неподготовленная для помидор то есть не удобрение ничего просто глина грубо говоря грубо говоря глина щепотка перегною потому что это грядка была не подготовлена а сейчас расскажем почему же у нас не сохранились сорта и как так получилось есть у бабушки у нашей вот такая вот чудо парник тире грядка для выращивания рассады то есть с осенью они с дедушкой подготавливают ее сейчас она расскажет как и по по весне по ранней сюда ставится такой маленький длинный точнее парничок и в ней выращивается рассада до высадки в грунт вот что там внутри внутри находится перегной земля все отходы и чернозем и минеральные удобрения для того чтобы земля была насыщенная для рассады это готовилась для рассады в итоге правда у нас получилось совершенно другое спонтанно рассаду в общем высадили была накрыта рассада все росла все было подписано каждый рядочек но стояла бирочка с сортами все но и потом случилось у нас такое массово травился электриками борщевик соседи долго не думая зачем косить этот борщевик убирать все это они попросили чтобы они махнули и им отравили этот борщевик в итоге был ветер и весь этот ветер перешел на наш парник тут уж вы знали вот расстояние вот он парник а вот как раз этот борщевик вот он то есть расстояние сами видите небольшое и в итоге половина рассада сгорела отравилась погорела также страдали перцы плюс еще у нас погода была такая холодно очень было холодно весна такая прям у нас было в месяц один прям буквально мучились все растения и плюс еще вот это конечно вот отрава дала себе знать и в итоге что-то погорела там тоже не до бирочек было спасали как бы в то что могли сажали куда могли потому что рассаду нужно было спасать пихали в полном смысле слова пихали здесь разные сорта и низкорослые и высокорослые тут все потому что нужно было куда-то высадить это все слушай тут наверно тебя финик этот который красный мы смотрим теплица вот он тоже миленький вот он этот финик вот он волгоградский это вот то что вот удалось удалось спасти и распознать как бы потому что сорта друг на другу похожи если там всякие разные красный зеленый синий желтый сажали бы а то они друг на другу похожи и тяжело их распознать как бы и по форме некоторые одинаковые вот и вот здесь да спасали как могли сейчас покажем для интереса куда это вообще конечно отдельная история но сейчас покажем куда их на это напихали клубнику здесь клубника рядом такой пользы небольшой с клубникой в принципе тоже чувствует себя хорошо начинает уже буреть вдоль забора сейчас туда конечно не пойдем потому что дождь прошел сыра здесь вот и капуста и клубника то есть ну совместные посадки такие маленькие черрики пошли вообще рядом с тимьяном здесь такая куча с тимьяном росла тоже немножко и это досталось да вот черрики здесь тоже и клубника ой прям тимьян потрогал прям аж мой запах такой приятный в общем черрики пошли и сюда что-то пошло вот в керамический горшок у нас такая вот клумба красивая вот что-то пошло в горшок что-то пошло вообще в другую клумбу тоже здесь и зеленушка была и цветы были и вот черрики растут также вот они они томаты в ряд идут здесь тоже вот после дождя конечно все растет надо все облагораживать и вот они они томаты везде то есть смешные посадки а еще даже в этой клумбе сохранной в виде суриката где растет красивейшая петуния такая вот один куст просто перепыляется нет нет иногда пере но появляется на петуньки такие белые пятнышки лобели я вероничку мне вот ее выращивала здесь тоже петуния здесь тоже лобели я анютины глазки ноготочки они этот бархатцы желтый ряд астры только начинают княженика даже весь можжевельник это уже астры растут томаты то есть реально везде где только можно втыкали эти томаты но это еще не все другая клумба тоже с цветами где идут такие рядочки с луком здесь тоже клумба ягодки тоже немножко посажены томатики здесь буквально штучки 4 но растут вот говорю спасали прям спасали спасали они здесь вообще как говорится на вольных хлебах был сильный ветер конечно их пошатала как следует но ничего держатся есть тут еще один ящик который был предназначен для зелени в принципе тут зелень можно урожай собрали посеяли другой тоже ряд с томатами вот они тоже начинает уже буреть созревать вот тоже что за сорт неизвестно какие хорошенькие и это даже еще не все сбоку теплица еще одна из грядка зелени то то коробчик зонтики мы оставили потому что сейчас консервация будет петрушка салат лук она еще томаты сколько же их томатов ну и выкинь же конечно мучились мучились отхаживали выхаживали их но тоже начинают буреть томатики тоже такие вот все хорошенькие глянь тоже крупные под кормкой вся шла то же самое что и для тепличных дай теплицы только не обрабатывали на них хомом их смотрю еще над хомом наверное еще не обрабатывали в общем ему вкусняшка тоже перепадала так что вот такая вот история с томатами в открытом грунте ну и вывод какой мы можем сделать из всего перечисленного что разница в грунте и разница в томате выращенными в теплице и на улице большая разница в теплице зреют быстрее а на улице связи с погодными условиями помидоры тоже развиваются тоже растут но не зреют так как зреют в теплице потому что погода не дает им созреть в этом году в прошлом году уже в это время мы ели и солили помидоры в этом году они еще стоят зеленые да вот такой у нас 2023 год в московской области участок недалеко от реки находится поэтому свои тоже нюансы свои тоже климатические условия но несмотря на все это все вот эти манипуляции с растениями находили их конечно реле или ну и естественно результат сами видите результат хороший но также все конечно от земли зависит так что друзья на этом видео завершаем кто заходит на канал заходите еще подписывайтесь ставьте лайки оставляйте свои комментарии ну а с вами я на сегодня прощаюсь до встречи в новых видео пока пока в новых видео ну